Проф.Алмаз и Алроса подпишут новый коллективный договор. Этот документ обеспечивает льготы, доплаты и компенсации сотрудникам алмазной компании сверхтрудового законодательства. Срок действующего договора истекает в декабре, ну а новая редакция документа будет регламентировать отношения работника и работодателя вплоть до 2019 года. Лариса Удовенко продолжит тему. На руднике «Интернациональный» с главным профсоюзным документом может ознакомиться каждый. Правком предприятия заинтересован, чтобы эта информация была доступна и понятна. Поэтому в буклете только самое важное – информация о льготах. 48 пунктов нашего коллективного договора мы превышаем льготы российского законодательства и продолжаем увеличивать эти пункты. В октябре началась работа над коллективным договором на 2017-2019 годы. Профсоюз уже рассмотрел более 100 предложений от подразделений Алроса по дополнительным льготам. В основном они касаются зарплаты, проезда в отпуск и пенсионного обеспечения. Не всегда льготы, предложенные профсоюзом, находят место в новой редакции коллективного договора. На Прейске и Релях помнят историю переговоров 2014 года. Тогда самым ярким был вопрос ежегодной оплаты проезда в отпуск. Не получилось, потому что, уже не раз объясняли, что если нам будут каждый год платить отпуска, то мы не будем видеть своей драгоценной 13-й зарплаты, которую мы ежегодно сейчас регулярно получаем. Надо на что-то идти. Она нам тоже помогает, 13-я зарплата. О том, какие вопросы социального партнерства ключевые для подразделений Алроса сегодня, станет известно уже в ноябре, когда их обсудят на двухсторонней комиссии по подписанию коллективного договора.